Всем привет! Сегодня я решил немножечко вернуться к старому. Это электронные кубики радиоконструктор. Но не пугайтесь, хотя я о нем рассказывал. Буквально через минуту я покажу необычную схему, которая не вошла в эти рекомендации и поможет сделать из электронных кубиков не что иное, как металлоискатель, о котором давно меня просили. И еще. Так как сегодня четверг, а после дождичка в четверг как раз и выполняются все обещания, я уже наобещал многого и сегодня как раз я для своих подписчиков, по крайней мере троих, выполню свои обещания. Это во-первых, покажу металлоискатель раз, потом мультивибратор два и также для одного из моих подписчиков я к концу, ближе к концу ролика, когда вы можете уже бросить смотреть это видео, покажу все схемы, которые нарисованы в этом руководстве. Дело в том, что меня попросили как-то их дать человеку, но я поначалу думал их отсканировать и выложить в интернет, но по-моему ролик сделать проще, потому что тут целых 40 схем. Все эти схемы выполнены ни на чем ином, как на том самом транзисторе КТ-315, который стоит у меня в заголовке ролика и в названии. А это как бы еще один способ или повод немножечко поддеть некоторых блогеров. Итак, по порядку. Сперва первое обещание. Из этих электронных кубиков, кроме того, что можно собрать схемы, находящиеся вот в этом руководстве, можно сделать самый настоящий металлоискатель. Я собрал по вот этим схемочкам генератор, который использует колебательный контур, как в радиоприемнике. Вот это вот модуль антенны. А модуль антенны содержит ферритовый стержень. Ферритовый стержень излучает радиоволну. Ее, конечно, можно слушать на радиоприемнике, либо вот в эти наушники. Тон генератора достаточно противный, поэтому сейчас он заглушен. Но с помощью этого генератора, передавая на радиоприемник чистоту вместе с тоном модулированным, мы можем сделать устройство нехитрое, которое позволит искать металл даже вот такого вот размера. Итак, давайте уберу немножечко в сторону лишние провода. Запущу генератор. Вот появился его нудный тон. Этот тон меняется в небольших пределах с помощью подстроечного конденсатора. Но, чтобы превратить эту схему в металлоискатель, который будет чувствовать даже вот такие вот элементы, надо включить радиоприемник. Я использую все тот же самый старый радиоприемник свирель. На средних волнах я нашел тот диапазон, то есть вот такой вот диапазон, который ловит сигнал именно этого генератора. И давайте посмотрим, а точнее послушаем. Итак, приемник поймал радиоволну, а теперь мы возьмем большую железяку и поднесем поближе к тому месту, где располагается магнитная антенна этого радиоприемника. Характерное изменение тона, и вы, наверное, услышали, что и громкость меняется, и тон. Давайте возьмем железяку маленького размера. Этот вот ухват для глечика или чугунка, ну, на самом деле, это держатель для наушников. И попробуем сделать то же самое. Реагирует. Ну, это были трансформаторное железо, сталь анодированная, а вот алюминий со светодиодами. Давайте посмотрим, будет ли реакция металлоискателя на вот эту железяку. Как видите, реакция есть. Заглушим наш генератор. Больше он нам в этом виде не нужен. Итак, что на трансформаторную сталь, что на алюминий, что вот на эту анодированную сталь. Реакция такого металлоискателя есть. Она вполне характерная. И хотя использовать такой металлоискатель я бы не рекомендовал, уж слишком он как бы громоздкий, да, и ненадежный, я так думаю. И дистанция у него небольшая, всего лишь пара-тройка сантиметров. Но факт в том, что реакция практически на любой металл, у меня, к сожалению, не было под рукой куска меди, есть. То есть, вот эта система позволяет отыскивать на небольшом расстоянии какие-нибудь залежи металлов, монетки или прочие предметы, которые когда-то кто-то потерял. Итак, первое обещание про металлоискатель я считаю выполненным. Теперь про кубики. Шикарный конструктор, который мог бы дать фору в нынешние времена конструктору Ардуино или Андурино, или Абдурино, как я его называю. Но если бы над ним, конечно, поработали инженеры и продолжили эту технику. У одного из моих читателей, по-моему, как раз и возникла такая мысль сделать это возможно для своего ребенка, а возможно и для некоторого бизнеса. То есть, человек хочет сделать электронные кубики в современной модификации и либо развлекаться самому, либо получать от этого какое-то другое удовольствие. Поможем ему? Поможем. А для начала, раз сегодня четверг, выполню обещание и покажу схему. Правда, выполнять я ее не буду, это времечко займет. Мультивибратор. Асимметричный мультивибратор делается на транзисторах КТ-315 вот по такой схеме. По-моему, легко и просто. Итак, два обещания я почти выполнил. Буду выполнять третье, поэтому дальше будет не очень интересно. Я просто покажу все те схемы с тем, как бы, с той целью, чтобы люди могли их себе забрать и по этим схемам творить свои собственные чудеса. Немножечко отвлекусь. То есть, вот он сам по себе конструктор выглядит так. Думаю, фотографии в интернете всегда можно найти, чтобы сделать модель на 3D принтере или еще на чем-нибудь. Наушнички должны быть высокоомные. Это есть в описании. Элементов тут достаточно мало, хотя есть даже вот такой телеграфный ключ, который позволяет изучать азбуку Морзе и делать, как говорится, людей не только радиолюбителями, а еще и радистами. Двигать ничего не буду. Сейчас мы настроимся. Дальше можете не смотреть те, кому эти схемы не нужны. А те, кто схемами интересуется, очень простыми схемами, на очень популярном транзисторе КТ-315, я дальше буду рассказывать. Итак, модульный конструктор МРК-2 электронные кубики. Я думаю, с экрана все будет хорошо видно и все это можно будет на паузах кому-то отфотографировать, кому-то переписать, ну а кому-то просто взять эти схемы для себя и дальше творить свое творчество. Тут вот есть его описание, очень интересное и хорошее описание для начинающих радиолюбителей об основных элементах, резисторах, переменных резисторах, конденсаторах, электролитических и переменных конденсаторах. Здесь у нас дальше идет описание катушек индуктивности с ферритовым сердечником и без, магнитной связи, диодах, обозначение транзисторов, телефонов, то как они есть в схемах и то как они есть в монтажных схемах, ну и конечно же корпус. Обозначение элемента питания и батареи элементов питания. Дальше некоторые пояснения и монтажные рисунки и принципиальные схемы, то что я обещал своему зрителю. Первая схемка усилительный каскад. Думать ничего не надо, все прописано. Это усилитель на одном транзисторе. Я такой собирал и показывал. Дальше идет немножко усложнение. Усилительные каскады на двух транзисторах. Мой любимый усилительный каскад на составном транзисторе. Лучше всего работает, мне он больше всего нравится. И правильный усилительный каскад. Именно каскад. Это усилитель на одном составном транзисторе, а это усилительный каскад. Все они подписаны с общим эмитером, с общей базой. Читая эти схемы, можно как раз правильно научиться формулировать свои фразы по части электронно-технических изделий. Вот мы уже прошли целых 7 схем, и все эти схемы выполнены все на тех же транзисторах КТ-315. Всего их в электронных кубиках 2. 2 диода, 2 транзистора, 2 головных телефона. Пошли пробнички. Пробнички ничем в принципе не отличаются от усилителя, но это и есть пробник сигнала. А дальше идет самый настоящий приемник, собранный всего лишь на одном транзисторе, именно на транзисторе КТ-315. Далее приемник усложняется, схема становится вот такой, всего один транзистор, но при этом уже используются детектирующие диоды, причем собран умножитель. Чуть более сложная схема, двухкаскадная. Дальше идут очень интересные схемы радиоприемников, которые бы я рекомендовал собрать, хотя они уже и давно устарели, но они очень интересны. Вы только попробуйте, вас это действительно увлечет. Приемники на двух транзисторах, уже выполненные по каскадным схемам, но просто разным. Есть также приемники и со стабилизацией. Представьте, приемник со стабилизацией всего 2 транзистора, 2 диода. Достаточно сложно себе представить, но это работало и работает до сих пор. Приемник на каскадных схемах и еще приемник с имитерным повторителем. Это очень интересная схема, которая поможет многим радиолюбителям не только строить радиоприемники. На этой основе можно делать очень чувствительные наушники, которые будут играть сами по себе, используя энергию всего лишь солнечных батарей или же радиостанций. Вот такую схему вы уже навряд ли где-то встретите. Это приемник с опериодическим входом. Заметьте, здесь антенна магнитная включена в коллекторную цепь. Видели такое? Уже видели, я уже показал. Немножко терпения, схем осталось не так уж много, всего лишь половина. Дальше пошли генераторы и генераторы-усилители. Чем отличается усилитель от генератора? А в том, что когда в обычный усилитель добавляется положительная или отрицательная обратная связь, то есть на вход на базу подается некоторый сигнал с выхода, то усилитель начинает процесс генерации. Либо сам возбуждается, либо просто генерирует сигнал за счет того, что в резисторах всегда есть некоторые шумы. Это генераторы. И, конечно же, никакой генератор не обойдется без мультивибраторов. Здесь мультивибратор показан неявно, но это обычный мультивибратор. И симметричный мультивибратор, знаменитая схема, на основе которой обычно строят триггеры. Это и есть триггер, но только этот триггер с автогенерацией. А обычный триггер стоит в двух стабильных положениях, в зависимости от того, какая кнопочка нажата. Триггер я еще буду делать, поэтому к этим схемам мы возвращаться пока что не будем. Как заставить звучать транзисторы? Можно, конечно, заставить их звучать за счет мультивибратора. И можно изменять тон генерации, всего лишь меняя резистивную составляющую обратной связи. И на основе вот таких вот генераторов можно делать сигнализации. Вот вам уже схема сигнализации. В данном случае эта сигнализация срабатывает от контакта с водой или другой жидкостью, которая достаточно хорошо проводит ток. Любителям извлекать разные звуки, конечно же, вот такая сирена, как говорится, флаг в руки. Она выполнена достаточно по нетрадиционной схеме, но схема старая, надежная, проверенная. А вот реле времени с использованием индуктивности, думаю, многих может заинтересовать. Меняя вот эти емкости, либо вот эти емкости, можно менять и щелчки, и тон, и длину выдержки. Продолжается тема генераторов, но в этом случае, когда используется вот такая вот катушка индуктивности, это та самая ферритовая магнитная антенна, модуль, которую я вам показывал, вот эти генераторы, они служат для настройки радиоприемников, генерируя радиочастоту. На небольшом расстоянии, в небольшом диапазоне, эту радиочастоту принимают радиоприемники длинноволнового и средневолнового диапазона. Генераторы очень простые, но самый интересный для меня был вот этот, метроном с последовательным включением двух конденсаторов. Думаю, вы тоже сможете собрать такой щелкающий автогенератор, вот, и как его применить, ну, догадайтесь сами. Скажем, то же самое реле-поворот. Электронное нятие – это та же самая сигнализация, которая срабатывает на проводимой жидкости. Но только в этом случае автогенерация начинается при подаче малого питания. То есть здесь батарея питания на транзистор будет включена только в том случае, если на проводах появится что-то проводящее. Ну, а кого там караулят на картинке? Ребенка. Сделать себе сирену может каждый, но только ставить на машину ее не обязательно. И последняя сороковая схема, которая удивила в свое время многих – это самый настоящий радиопередатчик. Работает он в телеграфном режиме, но преспокойно работает даже с угольным микрофоном. Голос с помощью такого передатчика можно передавать в эфир на средних и длинных волнах. Дальше идет описание элементов. И азбука Морзе. На этом все. Если кто-то захочет помочь одному из моих зрителей и найдет все эти схемы в интернете, не так, чтобы их с ролика можно было копировать, я буду очень благодарен. Думаю, мои зрители, те, которые посмотрят и заинтересуются, тоже будут благодарны. В комментарии напишите ссылочку на то, где хранится отсканированная вот эта инструкция. Думаю, многим это будет интересно. На этом все. Пока. Не смею вас больше задерживать. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok